Ну что, следующее событие наше в нашего легкоатлетического вечера, это 800 метров у женщин. Финал. 8 спортсменок вышли в финал. Пошел на четвертое место. Рене Ламо, француженка. Вот эта девушка очень опасная. Она мне очень понравилась и в забеге, и в полуфинале. Я думаю, что вот она основная претендентка на победу здесь. Итальянка по шестой дорожке. Лависа Линдх, шведка, будет стартовать по седьмой. И Анита Хенриксдоттер, представительница Исландии, будет бежать по восьмой дорожке. Лучший результат здесь у Рене Ламо. 1.58.01. Она бежала в этом сезоне. Из двух минут имеет и Наталья Прищепа. Ну а вообще у девчонок очень-очень ровненькие результаты. По две минуты с небольшими-небольшими сотами. Поэтому очень сложно понять, кто здесь победит. Ну напомню, что на прошлом чемпионате Европы победила белорусская Марина Арзамасова. Линдси Шар была второй. А Иоанна Йозвик, которая бежит в этом забеге, стала бронзовым призером. Ну посмотрим, как начнут обычно. Хенриксдоттер очень быстро начинает. Не знаю, последнее время она поменяла тактику. Уже не несется вперед. Ну вот посмотрим, что сегодня она решит. Рене Ламо, Бюхель, Прищепа. Ну кто возьмет на себя время лидерства? Норвежка, судя по всему. Хейде Хайне. За ней Бюхель, Рене Ламо, Хенриксдоттер и вот там в серединочке Наташа Прищепа. Начали вроде бы неплохо. Посмотрим сейчас, сколько будет первый круг. Здесь надо очень внимательно бежать. Очень внимательно следить. Вот Наташа Прищепа, Хенриксдоттер перекрыла выход. Вот. Бежит, загнали ее в коробочку прищепу. Пока она там. 50 сколько? 8 с небольшими копейками. 58.42. Девчонки бегут из двух минут. Результат должен быть из двух минут. Ну посмотрим сейчас. Вот метров за 300 начнут уже разбираться. Или будут ждать последние 200. Посмотрим. Пока все по-прежнему. Бегут все вместе. Темп бега очень и очень неплохой. Но смотрите, растягиваются они на этой прямой. Прищепе никак не выйти из-за своей коробочки. Но пока, слава богу, никто не убегает. Вот здесь появилась лазеечка. И Наташа будет уйти чуть-чуть вправо. Но там Шведка. Шведка не дает ей. Рене Ламо и Селина Бюхель пытаются сейчас выйти вперед. Получается, это у Бюхель. Ламо контролирует ситуацию. Прищепа пытается, пытается. Но там Шведка. Посмотрите, что творит с бегуней Швеции. 2.01.33. Ее личный рекорд. И теперь последняя прямая. Ламо. Не получается ничего у Наташи прищепы. Потому что она просто в коробке. Ну давай, не знаю. Выскочила. Ну все, выскочила. Выскочила. Главное, чтобы не было никаких апелляций. Потому что 1.59.72 у Наташи прищепы. Заставила она всех поволноваться. Но сейчас я бы очень хотела посмотреть повтор. Как она нашла эту щелочку? Потому что главное, чтобы сейчас не было подано никаких протестов. Что она кому-то там помешала. А это может быть. Да, она чемпионка Европы. Она, еще раз скажу, мне очень понравилось, как она выглядела в забеге. И в полуфинале. Еще лучше она смотрела сейчас. Но не очень грамотно Наташа провела этот бег. И сейчас главное, чтобы не отняли это золото. Надеюсь, оно у нее останется. Мы поздравляем. Рене Ламо, судя по всему, будет... Не обратила я, правда, честно скажу, внимание. Сейчас посмотрим. Интересно повтор, да, посмотреть? Да, да, да. Ну вот это как ее там выпустили? То есть где она нашла эту щелочку? Ну она там чуть-чуть потолкалась, конечно. Но не было никакой там жесткой борьбы. Она долго ждала, как ей прорваться туда. Она вот наступала там, пыталась их подталкивать. Это было видно. Но она боялась нарушать правила. И она сумела там где-то проскользнуть. Сейчас надо посмотреть бы на это. И посмотрите, что там. Кавага вроде бы отправил диск очень и очень далеко. Кавага улучшил свой результат. У него заключительная шестая попытка. Вот смотрим. Пока у него было 64-66, он шел шестым.